В Сосновоборске больную коронавирусом положили в общую терапию. Об этом на своей странице в фейсбук написал депутат законодательного собрания края Александр Глесков. Он пишет, что к нему обратились медики из терапевтического отделения стационара Сосновоборской больницы. Сотрудники больницы уверяют, что к ним госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. На тот момент в медучреждении на лечении находились 32 человека с другими диагнозами. В основном все старше 65 лет. А само отделение, по словам медиков, не было готово к приему больных с COVID-19. Сейчас на прямой связи со студией находится депутат Александр Глесков, автор этого поста. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, а вам удалось выяснить, действительно ли пациент с коронавирусом находился в общей палате с другими больными? Как такое вообще произошло? Ко мне действительно обратился представитель коллектива медиков вот этого терапевтического отделения. И я с однопартийцами своими в Сосновоборске сразу же связался, попросил как-то подтвердить и опровергнуть. И они еще даже дополнили эту историю. Говорят, что вот эта женщина заболевшая приехала из Арабских Эмиратов, она длительное время находилась на амбулаторном лечении, сделала себе КТ, обнаружила, что у нее какие-то характерные для коронавируса изменения. И только после этого ее госпитализировали в терапевтическое отделение. Правда, говорят, лежала она в отдельной палате. Но вопрос-то у людей возникает, почему сразу не отвезли с подозрением на коронавирус в Красноярск? Зачем было вот одного человека в терапевтическом отделении держать? Вопрос, что врачи не были толком оснащены средствами индивидуальной защиты, которые с ней занимались. Хотя сейчас там проверки уже проходят. И я подозреваю, что, как у нас обычно бывает, выяснится, что все были в максимально защищенных костюмах. Но, тем не менее, вот эти вопросы медики задают. И главное, они до сих пор не могут получить результаты своих анализов. Те, кто контактировал с этой женщиной, они-то боятся за свое здоровье. Не понимают, почему к ним какие-то ограничительные меры не предпринимают. Не выясняют круг контактов, с кем они общались. Не требуют всем самоизолироваться и сидеть дома. А вы знаете, как вообще дальше развивались в этой клинике события? Что с этой пациенткой? И там вообще какую-то обработку проводили? Реакция-то какая была? Ну, я так понял, вот опять же, со слов всех причастных к этой истории, что там теперь есть инфекционный корпус. И под него экстренно переоборудовали вот те помещения, где раньше дети лечились, детей растолкали по разным другим корпусам и учреждениям. И, в общем, там уже общественность родительская возмущается, из-за чего такое к ним отношение. Они вообще переживают, что это детское отделение в больнице закроют. Поэтому теперь-то понятно, что эту пациентку лечат. По-хорошему ей, если все, конечно, хорошо будет, надо в суд подать за вот такое некачественное оказание медицинской помощи. А в отношении вообще тех должностных лиц, которые приняли решение в общем отделении человека сдержать с подозрением на коронавирус, ну, надо, наверное, следственные органы привлекать, и я буду запрос такой направлять, чтобы провели проверку, дали уголовно-правовую оценку вот этим действиям. Сотрудники больницы не рассказывали, насколько вообще их клиника готова к приему таких больных с коронавирусом? Ну, вот сделали там отдельное отделение, выделили под это. А есть ли оборудование, защита у врачей, переобучили ли их? Ну, это, вы же понимаете, надо ехать туда и смотреть. Вот буквально, что мне написали, что собрали с других корпусов вот то, что было, оборудование которого и так не хватает, и экстренно все вот этот спешно созданный инфекционный корпус свезли. Вот это то, что я знаю на сегодняшний день. Потому что люди тоже так тяжело на связь выходят, лишний раз боятся огласки, хотя уже и понимают, что терять нечего под угрозой-то жизнь и здоровье. Спасибо большое.